Большой привет Татарстану из Йошкар-Алы. Мы находимся на ипподроме столицы Мариэл. Здесь все готово для проведения 24-го федерального сабантуя. Вот большая сцена, на которой завтра состоится официальное открытие с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова и главы Республики Мариэл Юрия Зайцева. Ну и соответственно все основные торжества, спортивные состязания, кураш, перетаяние каната и так далее. Но сегодня здесь, на Центральном Майдане, не менее интересное, поскольку весь день посвящен соревнованиям по скачкам на лошадях. И уверенно в руках финишера первая, вторым, соответственно, Гринжал и третьим, Гаракет. Этот вид состязаний традиционный для сабантуя и всегда приковывает большое внимание зрителей. Вот можно увидеть, сколько людей собралось на трибунах. Первые состязания, скажу, что первые состязания уже состоялись, первый этап, первый заезд. Победил, кстати, участник, наездник из Татарстана на лошади по кличке Король Республики Татарстан, ни много ни мало. А сам наездник, жокей третьей категории, Александр Александров. Вот буквально минуту назад состоялось награждение. Ему вручили приз 50 тысяч рублей и также он стал финалистом. То есть он примет участие в финале, поборется за главный приз. Ну и хотелось бы сейчас рассказать немного о значении скачек для татарской культуры, вообще о значении лошади, верховой езды. А об этом нам расскажет президент Конгресса, Национального конгресса татар и тюркских народов Рустам Ямалеев, который приехал сюда из города Москва. Расскажите, пожалуйста, верховая езда, скачки, лошадь, это же неотъемлемая часть татарской культуры, которая имеет большое значение, влияние. Ну, татарская нация, она неотъемлема от лошади. Лошадь для татарина это прежде всего друг, это воин, это верный товарищ, это душа и сердце татарского народа. Это прекрасное зрелище, лошади. Мы еще к этому вернемся, и вот это вот коневодство, это трудное занятие, но оно присуще татарской нации. Я думаю, оно будет развиваться, и надо привлекать к этому как можно больше молодежи. Очень было красиво, была упорная борьба. Поэтому, значит, раньше же в деревнях были, когда посевные работы заканчивались, перед стенокосом было окошко небольшое, и все лошади были не профессиональные, а деревенские. И вы знаете, во время скачек самое большое количество подарков давали лошади, которая заняла последнее место. И она большими слезами плакала, она понимала и уносила больше всех подарков. Со слезами на глазах. Спасибо за этот экскурс в историю. Ну и напомню еще раз в завершении своего прямого включения, ну, во-первых, скажу, что итоги этих соревнований мы об итогах расскажем в итоговом материале о федеральном Сабантуе. Ну и напомню, что 24-й федеральный Сабантуе проходит в Йошкар-Але, будет проходить на протяжении двух дней, 5-6 июля. Завтра состоится официальная часть открытия с участием Раиса Республики Татарстан и главы Республики Мариэл. Коллеги.